Здравия желаю! Вот пришла осень. Сегодня у нас 10 октября и пора пересаживать розмарин. Температура у нас уже опустилась до 0 градусов, а он такое растение южное, которое выдерживает до минус 5. Поэтому не будем рисковать. На сегодняшний день это кусти, которому полтора года. Вы помните видео, где мы получили и распаковывали саженцы небольшие. Они были в мае высажены в землю. На сегодняшний день этот кустик уже приобрел новый хозяин. Он уйдет по новому месту жительства. Значит, все продажи этих кустиков у нас идут через Инстаграм. А вообще, на сегодняшний день у нас есть 4 вида розмаринов различных возрастной категории, которые мы реализовываем. Первое – это маточные. 3-4 года. Очень мощная корневая система. Очень большие кусты. Из них мы берем саженцы для размножения. Второе – это полуторгодички. Высота в среднем 40-50 см. Тоже очень мощная корневая система. А деревсневшие стебли мы их в основном и продаем. Третье – это 8-месячные кусты, которые мы размножали черенками из супермаркета. Помните, есть видео, в котором мы показывали, как это все делать. Осталось всего лишь только 3 саженца, остальные уже ушли новым хозяевам. И четвертое – это наш детский сад. Они посажены буквально 2,5-3 месяца назад. Вот они какие маленькие. Но тем не менее, мы их оставляем для того, чтобы они подросли и в дальнейшем были готовы для реализации. Учитывая, что на сегодняшний день, это 10 октября, температура у нас уже опустилась до 0 градусов, а розмарин – это теплолюбивое растение, возникла необходимость пересаживать их уже в горшки и держать в тепле дома. Сегодня мы пересаживаем полуторагодички. Нужен временный контейнер от 16 до 20 см в диаметре и такой же самой высоты. В горшок на дно насыпаем дренаж. В данном случае это у нас керамзит. Нужен грунт. Или у нас самодельный, или покупной. Мы садим покупной грунт. Самодельный грунт у нас такой – это торф нейтральный одна часть, агроперлит 50 грамм, песок одна часть, перегной одна часть, земля одна часть, пепел 50 грамм. То есть можно, в принципе, мы так и садили, когда и в землю. Но на сегодняшний день мы не стали с этим возиться, и мы используем покупной грунт. Аккуратно выкапываем куст, обкапывая лопатой с четырех сторон. И вынимаем непосредственно сам кустик. Ну, аккуратно, чтобы не повредить наши корни. Достаем растение вместе с комом земли. Лишнюю землю отбрасываем и одновременно чистим от всего лишнего, в данном случае от сорняков. И сажаем в наш контейнер, на котором уже на дне есть керамзит. Распрямляем корешки и засыпаем непосредственно грунтом. Поливаем отстойной водой, досыпаем чуть позже, когда вода впиталась, и еще раз немножко поливаем. Вот такие красавцы у нас уезжают к новым хозяевам. Они уже пересажены, подсыпаны, политы. Они уже будут спокойненько себе зимовать в новых для себя условиях. Ну, естественно, они немножко поболеют сначала. Но при правильном уходе за ними все будет прекрасно. Все. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова